Горды, горды, горды! Вчера в деловом центре Тель-Авива зарезали пять жителей. В сферу интересов радикальных исламистов попала и Европа. Теракт в Париже унес жизни 129 человек. Несмотря на эту печальную статистику, не все туристы поспешили сдать путевки в неспокойные страны. Некоторые ищут способы, чтобы попасть, например, в запрещенный Египет. Туроператоры и турагентства борются за жизнь как могут. Предлагают поездку в Шарм или Хургаду, через Эмираты или даже Украину. Тем, кто уже купил путевку в Лан Клюзев, но боится лететь, предлагают заменить тур на якобы безопасную Турцию. Журналист и некогда военный переводчик Андрей Константинов много лет провел на Ближнем Востоке. Он предполагает, что Турция с политической точки зрения сегодня не самая безобидная альтернатива Египту. Турция фактически на сегодняшний момент это воюющая страна, которая воюет сразу по нескольким направлениям. У Турции очень серьезные проблемы на сирийском направлении. И фактически на территории Ирака турецкие войска просто в прямые вступают в бои столкновения с курдскими отрядами. В туристической сфере ходят слухи, что российским туристам могут порекомендовать и вовсе воздержаться от поездок в Турцию. Говорят, да, гипотетически, вот если не будет Турции, что будет? Люди поедут, ну понятно, что будет определенный рынок Крым и Сочи. Но поедут в Редсу, в частях людей, которые планировали, сделают подарок закрытием Турции греческим ательерам. Но пока, по данным Ассоциации работников туриндустрии, Турция остается одним из самых доступных направлений. Путевка на две недели обойдется в 35 тысяч рублей. Недорого можно отдохнуть и в Абхазии. Неделя 16 тысяч. По карману пока Болгария, Греция и даже Индия. В этих странах можно провести отпуск примерно за 30 тысяч. Но куда пойдут 3 миллиарда долларов, которые ежегодно получала казна Египта от российских туристов, пока загадка. Ведь формулу цена-качество, которая столько лет безотказно работала в этой арабской республике, пока не удалось применить ни в одной другой стране. Или погода зимой не та, или стоимость высока, или дорога далека. Мария одна из тех, кто купил тур в Шарм-эль-Шейх на новогодние праздники. Вернуть деньги 140 тысяч рублей. В агентстве отказались. Предложила нам заморозить наши деньги у них на депозите. И в течение года ими воспользоваться. Мы, туристы, беспокоимся за то, что турфирма обанкротится. Предложили нам из имеющихся Таиланд. На 9 ночей. Это была цена без еды, только за перелет. И гостиницу 260 тысяч рублей. За египетские 140 тысяч. В теплой Азии отдохнуть тоже можно. Но гостиница будет не 5 звезд. Да и all-inclusive. У азиатов такая же фантастика, как скатерть-самобранка. А улететь в пятизвездочный отель на неделю за эти деньги получится, например, в Крым. В 60 тысяч обойдется номер гостиницы в Ялте, где снимали легендарную Ассу. Плюс 40 на билеты в оба конца. Но загорать придется в солярии. Да, юг, а не жарко. А что-то удивительное. Все-таки зима. Задорого и в холодке. Встретить Новый год можно и на Балтике. Курортный район Петербурга. Отель 5 звезд. Коттедж, правда, уже на 6 человек. Предлагают за 100 тысяч. Плюс около трех в день на еду в ресторанах. Бонусом гарантируют безопасность. Когда вошли на территорию вашего отеля, увидели сразу охранника. Внушает, знаете, такое спокойствие. Потому что человек стоял с гирей. Это как-то у них в обязанности входит заниматься? Нет, это его личная инициатива. Вся территория у нас охраняемая. Очень много камер. Ежечасно идет патрулирование территории. Солнце здесь, несмотря на название поселка-редкость, рестораны только а-ля карт. К заморским all-inclusive даже работники относятся с недоверием. Это бы было плохо. Нужно быть и жить своим, как бы вам сказать, русским, нравственным. Житьем, или как вам сказать, все равно у нас лучше. Тех, кто считает, что лучше там, где нас нет, может быть, утешит прогноз Ассоциации работников туриндустрии. Возникает вопрос, а как привлечь туриста? Турист боится ехать, поэтому у нас будет избыток перевозки. Поэтому цены будет, наоборот, снижать. Для того, чтобы привлечь туриста. Ехать за моря или остаться в России, пока каждый решает сам. Всегда найдутся люди, которые на свой страх и риск согласятся улететь хоть на край света, лишь бы местные напитки рекой и дешево. На этой неделе Росавиация опубликовала список из 47 стран, для полетов которой перевозчики должны усилить меры безопасности. География этого списка выглядит, как лоскутное одеяло, наброшенное на Среднюю Азию, Индонезию, Африку и Европу. Елена Болдышева, Пульс города.